Вопреки календарю, уже сегодня самая жаркая пора лета уверенными шагами занимает свои позиции. Совсем чуть-чуть осталось и до сезона купальников, а соответственно и сезона загара. Впрочем, здесь не стоит забывать о собственной безопасности. О том, какой вред солнечные лучи могут нанести, не знает разве что годовалый ребенок. Однако, если наша кожа хоть как-то способна адаптироваться и вырабатывать спасительный меланин, то глаза перед солнечной опасностью совершенно беззащитны. Даже в пасмурную погоду в наши глаза попадает до 80% вредоносных солнечных лучей. А уж когда вовсю светит солнце, без дополнительной защиты никак не обойтись. Врачи рекомендуют всем без исключения пользоваться солнцезащитными очками. Однако и здесь не обошлось без подводных камней. На поиски правильных солнцезащитных очков мы сегодня и отправимся. Круглые спортивные авиаторы, браулайнеры, фейвореры. Незнакомые термины лишь рассказывают об огромном ассортименте солнцезащитных очков. Впрочем, если в эстетическом смысле при выборе оправы можно полагаться на собственный вкус, то вот для того, чтобы выбрать очки, которые будут выполнять свои прямые обязанности, защищать глаз от ультрафиолета, необходимо кое-что о них знать. Ведь некачественная продукция сомнительного производства может нанести глазу непоправимый вред. Солнцезащитные очки могут нанести какой-то вред глазам? Могут. По какому сфору? Если нужно смотреть, чтобы они не только затеняли, чтобы не пропускали еще ультрафиолет. Я по телевизору слушала, что могут. А так не знаю. Ну, я не знаю. Надо так, чтобы подходили, наверное, к глазам. Тоже надо с о чем консультироваться. Нет, не должны. У меня вот сделали операцию на глаз, я не могу без очков. Наверное, если плохого качества, то, конечно, она вредит. Да, наверное, из чего не сделано. Наверное, могут. Я думаю, что есть, если стекла какие-то неправильные. Если врачи говорят правду, то да. Автальмологи предупреждают. Просто кусок окрашенного стекла в форме очков никак не спасает от проникновения вредоносного ультрафиолета. Но при затемнении зрачок глаза рефлекторно расширяется. Человек при этом перестает щуриться. И вот он тот самый уязвимый момент для беспрепятственной атаки беззащитного ока. Солнцезащитные очки, они могут принести как пользу, так и вред. В зависимости от того, из какого материала сделаны эти очки. Материал может быть разный. Однако на любых правильных летних очках должен присутствовать солнцезащитный фильтр, который, в принципе, и станет главным барьером при атаке различных видов ультрафиолета. Производители покрывают солнцезащитные очки различными фильтрами дополнительными. То есть могут быть они антибликовыми фильтрами или же поляризационными фильтрами. Впрочем, в этом случае вопрос упирается, конечно же, и в материальную сторону. Но, однако, в этой ситуации на два стула сразу точно не сядешь. Должно быть либо дешево, либо сердито. Ведь если поскупиться на приобретении качества, то потом придется вдвойне заплатить собственным здоровьем. Неправильно подобранные солнцезащитные очки чреват очень серьезными осложнениями. То есть это могут быть ожоги роговицы, то есть это могут быть катаракты. Поэтому ультрафиолет, проникая через роговицы, очень активно действует на хрусталик и на все глубже лежащие отделы глазного яблока. Вывод напрашивается сам собой. Покупать дешевые очки на раскладках, не сертифицированные и от неизвестного производителя, значит, не просто не защищать глаза от вредного воздействия солнца, но и напротив наносить им еще больше вреда. Впрочем, для кого-то солнцезащитные очки – это просто красивый аксессуар. И хороший способ обратить на себя внимание. Анастасия Дубас, Сергей Овчаренко, Новости ВТВ.